браузер но я буду использовать чистый android я поэтому выберу launcher 3 но чтобы вы понимали уже есть югус браузер именно в x3 pro я так подозреваю что в x2 pro в x2 cube и x3 cube они тоже появятся я надеюсь что и в югус m6 теперь поехали по настройкам что же у нас настройках этого самого x3 pro здесь у нас абсолютно все стандартно есть меню сетевых возможностей здесь у нас подключен сейчас лана g45 из 5 герц 24 обязательно проверим сейчас вы не покажем результаты тестов аккаунт и вход работают абсолютно идеально раздел приложений удобные для android 9 со специальным доступом к истории использования к экономии энергии это очень важно что экономию энергии нужно иногда отключать для приложений которые засыпают автоматически также у нас в настройках устройства есть об устройстве обновлений системы югус у нас кстати x3 на прошивке 0 2 2 на мы получили на момент его запуска он идет на прошивке 0 до 2 итак это модель x3 версия android 9 теперь экран разрешение экрана у нас он поддерживает 4k 2k smpt максимальная 4k 2k 60 герц при этом он поддерживает это все от 480p есть у нас выбор цветовых режимов цветовых профилей и также мы можем заблокировать размер интерфейса для 4k это значит что мы будем блокировать интерфейс по hd для приложений которые меняют режим экрана на 4k это удобно чтобы у вас не тянула интерфейс но мы этого использовать не будем теперь ориентация экрана фирменная фича у югус вы можете например выбрать вертикальную ориентацию экрана и будет вот так вот это для приложений которые не поддерживаются не поддерживать планшетный режим это удобно что мы здесь встроена можно включить автоматическое вращение зависимости от того как выбирает у нас на приложение но эта фича крутая крутая она есть во всех прошивках x2 x2 q2 pro и x3 то есть все все это есть hd my цик абсолютно рабочий он работает абсолютно корректно по крайней мере у меня с телевизором lg он включал выключал и здесь у меня как бы вообще вопросов нет потом посмотрите на расширенность меню hd my цико то есть вы можете выбирать здесь выключать tv включать тв засыпать когда ты вы выключен просыпаться когда ты вы активен автоматическая смена языка управление громкостью тв это очень круто такого нет вот в китайских боксах нигде кроме именно 22x процессоре так у него была производительность меньше чем у этой приставки работает приставка на 19 гигагерц максимальная температура была 72 градуса отличный показатель по сетевым модулям итак поехали 5 гигагерц у нас показал 223 на загрузку 246 на выгрузку laner j45 688 на загрузку 707 на выгрузку кстати очень хорошие показатели и wi-fi 24 гигагерца показывает результаты выше среднего 52 на загрузку даже почти 53 и 53 тоже почти 53 на выгрузку это результаты выше среднего на этом вы даже сможете смотреть какие-то не супер большие торренты и это действительно очень хорошо особенно учитывая что у нас нет ни просадок то есть у нас абсолютно ровные линии абсолютно ровно работающий вай фай и сетевые модули то есть нет никаких колебаний то есть абсолютно ровная работа вай фай теперь ваида 64 мы видим что это x3 модель x3 им logic то есть здесь все и платформы то есть югус сам разработал эту платформу поэтому ее нельзя там они не используют стандартные платформы это это их плюс а всего памяти 4 гигабайта доступно из коробки у нас внутреннего хранилища 25 35 все остальное занимает система центральный процессор арм cortex а 55 1 9 гигагерц они добили стабильной работы 1 9 не у всех производителей получилось совладать с cortex а 55 1 и 9 гигагерц работает в интерактивном режиме отлично за отображение отвечает все тот же молит g31 с поддержкой опыт же есть 3 2 поэтому вот прирост мы с вами получит